Итак, мы с вами продолжаем развитие темы адвокатуры искусства, искусства и юриспруденции вообще. В прошлый раз я актуализировал вам вообще, почему необходимо юристу, хорошо было бы юристу быть погружённым в культуру и в искусство, а сегодня мы продолжим это наше исследование. В прошлый раз мы какой брали объект для исследования культуры? Это какой вид искусства? То есть это узко, культура широко, средне, что это за вид искусства, то, что мы в прошлый раз рассматривали. Литературное произведение. Какое? Литературное произведение. Литература. Это текст, это литература, это объект искусства, и мы сегодня с вами рассмотрим ещё один объект искусства. Вы знаете, я не знаю откуда, но я его ненавижу, наверное, в детстве это случилось, когда детей ставят на стул и заставляют вот это страшное делать, вот этот позор, наверное, я не помню. У меня до сих пор вот это отношение вот к этому виду искусства не очень хорошее. А техника такая, то, что не нравится, то любит то, что не нравится. Ну вот у меня есть такая идея, мы будем сегодня говорить о поэзии. А кто не знает, поэзия, поэтос, с греческого языка буквально звучит как демиурх, по-другому, как тот творец. Поэт это творец, литератор это поэт в широком понимании, художник это поэт, поэт это тот, кто творит, ритор это поэт, потому что он творит текст, он творит какой-то объект. Вот поэтос это тот, кто что-то творит. Поэзия это тексты, но чем, кто знает, чем отличается поэтический текст от какой, мы какой выбирали вид текста? Литературный. Литературный текст или проза, да, есть фразаический текст. Чем литературный? Наличие рифма. Ну, например, наличие рифмы, наличие формы определенная. Итак, в чем польза для адвоката в поэзии? Первое, следующее, мемория, вы знаете, поэзией занимаются музы, а у музы есть по греческой мифологии, есть всю мать, мать мемория, богиня мемория, титамида. Мемория – это память, искусство помогает нам запоминать. Поэзия, стихотворение не зря просят учить детей, и не зря учить стихотворение очень полезно, потому что развивается такая компетенция, как мемория, как запоминание. Более того, стихотворное произведение намного лучше запоминается, чем другой вид произведения. Ну, например, Илиада Гомера или Троя Гомера, она сначала первоначально была в устной речи. Почему люди запоминали? Потому что стихотворение запоминается намного лучше, чем обыкновенный текст. Если адвокат занимается поэзией, в смысле, ну, не обязательно творит поэтос, но запоминает тексты, используя тексты в речи – это большой плюс для адвоката. Следующее, почему полезно юристам заниматься поэзией, это мы говорили только что с Максимом, по поводу ритм. И у поэзии есть еще интонация. Кроме слов, в поэзии есть ритм и интонация. То есть, даже если вообще отключить слова, то стихотворение будет красиво. Ну, например, давайте я сейчас скажу стихотворение, произнесу стихотворение и отключу слова. «Ищ вас нихит вас золи с бедой дни досыщет хаврих би». Это то, что… Ну, мы услышали ритм. Да, есть ритм, даже если мы не понимаем. У меня дочь вчера две руки засунула в рот, а мы только одну. – Я учусь пока тоже. – Я не понимаю, но я все время хочу это убрать. А было прямо, посмотрите, две, а они ничего, кулаки. – Я натренируюсь на следующий секретаре. – Меня просто вырвет. Я не знаю. – Прямо публично. Итак, ритм и интонация. Если вы начнете произносить стихотворение, ваша обычная речь также будет более ритмична и более интонирована. Это есть в риторике целые большие разделы, посвященные интонацию и ритму. Обычно люди говорят «гудак вот, одноклонно, монотонно, не поднимая ни вверх, ни вниз, ни громко, ни низко». Как это можно слышать? Понятно, что судья засыпает. Я бы на его месте еще потом встал и по башке дал тому адвокату, которому надо, он говорил, наверное, непонятно. Стихотворение дает возможность интонировать, тренироваться, красиво говорить. Это красота речи. Вот что дает поэзия. Третье, что дает поэзия – это топос. Топос – это ввел в риторику Аристотель. Топос – это общее место. Как правило, дети же не зря вот этому все натаскивают, а одни и те же стихотворения, одни и те же. Что это значит? Что у нас стихотворение – это общее место для всех. Мы можем к ним обратиться. В речи мы можем к ним прикрепиться, потому что все их знают. Например. Идет бычок качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упаду. Вообще страшное стихотворение. У меня вообще вопрос – откуда он? Смотрите, он раз и уже идет. А что было до этого? Вообще как он туда попал? А если дальше смотрим – это вообще жуть. Говорит. Вы видели быка, который говорит? Тем более сейчас, который бык, который видит будущее, и он видит, что он сейчас упадет. Вообще страшное стихотворение. Можно его использовать? То есть, прям брать фрагменты стихотворений, включать их в свою речь, и сразу будет общий топос. Потому что все – и судья, и прокурор злобный, и добрый адвокат – все в детстве вставали на стульчик на этот позорный. И это стихотворение или другое похожее на Новый год проговаривали. Это Томас. И последнее – Тропы. Тропы – это украшение речи. Есть речь бесцветная, некрасивая. А есть речь красивая, в ней используются тропы. Тропы – это украшение. Ну, это метафора. Гипербола, литота, прозапопея, метаниния. Их очень-очень много. Их смысла нет. Есть смысл учить, но это очень большой ресурс. Можно по-другому пойти. Можно взять стихотворение и из… Потому что, как правило, стихотворение нафаршировано, как утка, яблоками, вот этими тропами. И просто учиться на примере стихотворения. Взять и там выделить. Давайте я произнесу стихотворение, а вы, кто увидит там украшение… Ну, что такое украшение? Украшение – это что-то необычное. В жизни так не бывает, а в стихотворении так проговаривается. Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумывайся в ладони. Как нанятой жизнь истолковкой? И вновь понимаю невозможность истолковать. Сережка ольхова легкая, будто кукова. Но сдунешь ее – все окажется в жизни не так. А жизнь, вероятно, не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на роскопись. Кто услышал троп в украшении этой речи? Уронит ли ветер – это, я переведу на риторический язык, это называется прозопопея. Ветру придается значение человека. Ветер не может ронять, ронять может человек. И ветер, в данном случае, это какое-то существо, это человек, который как-то влияет, на что-то влияет. Ветер как человек. Его так не видно, это просто проходит как красиво. Но в тропе, им, кстати, можно управлять хорошо. То есть вы, как бы, там элементы манипуляции. Человек не понимает, а у него настроение иносит изменение с нагрузкой. Почему? Потому что ветер – это человек, который может нам дать что-то случайное. Как я, например, сейчас, могу случайно заронить в вас что-то, что изменит вас навсегда. Какое-то одно слово, меняющее вашу жизнь. Как ветер. Пожалуйста, кто еще услышал какие-то действия? Будто пуховое. Будто пуховое – это что у нас? Это… Или аллегория. Ну, скорее всего, аллегория. Да? Пуховое? Сравнение. Скорее всего. Вот. Все о стихах. О стихах в адвокаты. Если мы посмотрим речи адвокатов, ну, таких классиковых. Мы видим, что они вставляют в свою речь фрагменты вот этих литературных произведений. Или используют непосредственно свои речи, как фрагменты топоса. Он берет топосы, он берет тропы, он использует поэзию. Пожалуйста, какие есть вопросы про поэзию? Я думаю. Нет вопросов? Можно. Да. Может ли адвокат во время заседания судебного прибегать к стихотворению? Да, он так и делает. Он свою речь может исправить на основе? Вся речь в стихотворной форме? Может ли он? Возможность такая есть, но я не знаю таких адвокатов, которые могли бы сделать. Обращаю ваше внимание, что есть случаи в истории, когда целые нормативные акты были в стихотворной форме. Например, Томашастов, это древний индийский источник, он законодатель. Он там стихотворный форме. Представьте себе, если бы наш уголовный кодекс был стихотворной форме. Очень легче. Ну, это было бы вообще классно. Навсегда. То есть выучил вот это. А там вот это. Видно, что кто писал. Убийство это лишение. Кража, тайное хищение чужого имущества. Это надо тысячу раз повторить, чтобы это запомнить. Что это такое? Закрылки. А там все. Красиво. Был бы ритм. Так и запоминали. То есть, когда было бы запоминание, было бы лучше. Да. Вопрос. А современные адвокаты используют в своих речах стихотворения? Хорошие, да. А можете приписать? Ну, Генри Маркович Резник использует. Ну, это московские адвокаты. Например. Какие громкие дела в школах? Сейчас вам не могу сказать, но ссылки есть, конечно. Там, знаете, опять же, надо... Там есть опасность показаться смешным. Не всегда стихотворение, да, оно уместно. То есть, есть случаи, когда умеет. Надо смотреть на топос, на аудиторию. И если уместно в этом случае, в этом контексте, то это надо проговорить. Но, если вы сказали вот это даже четверостишье в речи, речь не запомнится вообще. А запомнится, что вы сказали. Вот такая вот, сколько я помню речей, да, вот таких. Я помню, вот была стихотворная вставка. То есть, стихотворную вставку помню. А о чем дальше, не помню. Но воздействие уже произошло. Речь уже воздействует на меня. Он влиятель, он на меня влиял. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Спасибо.